Добрый день, уважаемые участники нашей конференции, все, кто нас слушает и смотрит. Мой доклад посвящен цитологической диагностике образования щитовидной железы. Ну, предыдущий доклад, он непосредственно связан с нашей работой, поскольку освещает саму методику получения аспирационного материала, с которым мы впоследствии работаем. Цитологические исследования узловых образований щитовидной железы сейчас очень широко применяются повсеместно. Объем цитологических исследований в этой локализации увеличивается год от года, что связано, с одной стороны, с очень хорошей выявляемостью узлов подозрительных при исследовании с помощью УЗИ и достаточно высокой эффективностью цитологических исследований. Большая часть нашего методического материала, которое мы смотрим при пункции узлов, оказывается в конечном итоге неопухолевыми, доброкачественными гиперпластическими узлами, то есть элементами зоба. И такие случаи составляют в нашей работе от 60 до 70% от всех случаев. Что касается диагностики злокачественных новообразований, то злокачественный диагноз составляет в нашей работе от 2 до 16% среди всех пункций. И здесь нужно сказать, что чувствительность цитологического метода в диагностике злокачественных опухолей, она высокая и составляет в отношении диагностики наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей, а именно папиллярного и медулярного рака, около 95%. Высокие показатели эффективности и специфичности касаются доброкачественных неопухолевых процессов, и показатель специфичности составляет более 90%. Риск гипердиагностики составляет примерно 3%. Таким образом, цитологический метод хорошо распознает злокачественные первичные опухоли, хорошо диагностирует доброкачественные гиперпластические узлы, но в то же время существует целая группа образований, которые являются серой зоны для цитологической диагностики. Они объединены общим названием фолликулярные опухоли, и к ним относятся аденоматозный зоб, фолликулярная аденома, фолликулярный рак, фолликулярный вариант папиллярного рака и фолликулярная неоплазия с ядрами папиллярного строения. Эти опухоли цитологически диагностировать и идентифицировать совершенно невозможно по объективным причинам, поскольку цитологический аспират не позволяет говорить об архитектонике опухолей, не видит капсулу, и мы не можем говорить о возможной инвазии опухоли в сосуды и в капсулу. Поэтому разграничительная дифференциальная диагностика между, предположим, фолликулярной аденомой и фолликулярным раком невозможна. Теперь остановимся на таком моменте. Какие факторы определяют эффективность цитологического метода и могут улучшить качество и результат цитологического исследования? В первую очередь, конечно, это клиническая информация. Цитолог должен быть проинформирован, какое исследование мы смотрим, какого размера узел, как он построен, что видит рентгенолог при исследовании на УЗИ, структуру лимфатического узла в щитовидной железе. Это нам очень важно, потому что вот эта картина на УЗИ, которая описывается узистом, сопоставляется с тем материалом, который видит цитолог под микроскопом. Конечно, эффективность аспирационного забора материала связана именно с исследованиями функций под контролем УЗИ. И есть такой способ повысить результативность на начальном этапе, то есть получить материал с самого начала наиболее результативный. Это выполнение цитологического исследования УНСАЙ, то есть когда цитолог сразу просматривает предварительно аспирационный материал после фиксации и окрашивания и говорит о том, информативный материал или нет. А если он не информативный, то быстро проводят повторное исследование. Есть такой способ. Но он используется в определенных учреждениях, но широкого применения, насколько я понимаю, он пока еще не нашел. Очень важно соблюдение технологии приготовления и окраски препаратов для качественной диагностики. Кроме того, существуют еще современные дополнительные методы в цитологии. Это использование жидкостной цитологии и применение цитоблоков. Цитологический материал может также использоваться для проведения иммуноцитохимических исследований, проточной цитофотометрии и молекулярно-кинетических исследований. Вот здесь я показываю, как выглядят препараты правильно приготовленные. С левой стороны мы видим два стекла, где цитологический материал распределен равномерно. Он выглядит как гематологический мазок. А справа просто цитологический материал, он как бы выброшен, так сказать, разбрызган по цитологическому препарату. Выглядит он в виде клякс. Материал не распределен, задавлен эритроцитарной массой или плотными сгустками коллоида и не пригоден для цитологического исследования. Сразу хотелось бы сказать, что мы не рекомендуем после выполнения аспиртационной биопсии сразу фиксировать цитологический материал спиртом, например, или тем более формалином. Потому что формалин – это гистологический фиксатор, который приводит к резкому изменению клеток, к пикнозу, и прокрасить потом цитологическими способами. Такой материал бывает очень сложно, и цитологическая картина меняется, и мы не можем справляться иногда вот с таким материалом, с правильной оценкой. Еще я хочу сказать о том, что при цитологическом исследовании материала щитовидной железы используются два вида красителей. Наиболее распространенные у нас в России – это азуро-азиновые красители. Вот мазки выглядят таким образом, гематологически, в различных модификациях. А также используется еще окраска Папа Николау. Она используется повсеместно. Мы не можем настаивать на использовании какой-то одной. Если в лаборатории принята какая-то окраска, и она оказывается эффективной, пожалуйста, можно применять любую из них. Теперь остановимся на классификации гистологической. Конечно, цитологические исследования ограничены в своих возможностях и заключениях по сравнению с гистологическими. Вот перед вами гистологическая классификация. Тут, может быть, мелко написано, так сказать, мелкий шрифт, но я просто очень коротко остановлюсь. Что вот последняя гистологическая классификация была предложена в 2017 году. И в этой классификации выделены доброкачественные опухоли аденомы. Далее следуют опухоли пограничные, занимающие промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными новообразованиями. И далее следуют злокачественные опухоли. Здесь нужно сразу сказать, что если диагностика эпителиальных опухолей, в первую очередь, папиллярного, медулярного и низкодифференцированных форм рака, цитологически мы, так сказать, справляемся хорошо, то диагноз фолликулярная аденома, опухоль, занимающая промежуточное положение с неясным злокачественным потенциалом, и такой диагноз, как фолликулярный рак, в цитологическом заключении не может быть представлен по современным подходам и понятиям. Такого цитологического заключения быть не может. И буду дальше объяснять, почему. Теперь, вот в связи с тем, что мы не можем говорить о некоторых процессах, о которых я сейчас уже сказала, была разработана система многоуровневой цитологических заключений, для того, чтобы было понятно всем, кто занимается вот этой патологией, клиницистам, рентгенологам, эндокринологам, как трактовать цитологическое заключение, какую дальнейшую тактику можно, так сказать, предложить пациенту с учетом того или другого заключения, и какой риск возможных ошибок цитологических несет то или иное заключение. Вот эта система, она была предложена в 2007 году, многоуровневая система цитологической оценки. В 2007 году в Америке, в городе Бетезда, на конференции Национального ракового института была разработана вот эта система Бетезды. В 2017 году, с учетом того, что произошли определенные изменения в гистологической классификации, была эта классификация немножечко видоизменена. Эта конференция прошла в Викагаме, в 2016 году, в 2017 году она была опубликована. Ну и вот мы работаем последние годы по классификации Бетезда 2017 года. Для цитологов важным моментом, связанным с гистологической классификацией, является то обстоятельство, что в 2017 году было принято решение о выделении своеобразной нозологической формы, которое называется фолликулярная неоплазия с ядрами папиллярного строения. До этого это новообразование относилось к варианту фолликулярного варианта папиллярного рака. Но стало понятно, вот исследование пациентов с этим диагнозом показало, что эти новообразования протекают очень хорошо после удаления, они не метастазируют, не рецидивируют, и это новообразование теперь поместили, изъяли из категории раков и отнесли в группу опухолей с неясным злокачественным потенциалом. Так, ну вот перед вами классификация Бетезда 2017 года. Олег Николаевич уже остановился на ней, как специалист, параллельно занимающийся этой патологией. И мы уже знаем, что вот здесь имеется шесть категорий. Первая категория – это неинформативный материал, второй – доброкачественный, третья – отепение ясного значения, далее выделяется фолликулярная опухоль или подозрение на фолликулярную опухоль, пятая категория – это подозрение на злокачественный процесс, и, наконец, шестое – это злокачественное однозначно новообразование. Вот первые три категории предположительно в большей степени являются, так сказать, процессами доброкачественного свойства, и они требуют повторного или пункционного исследования или использования других методов диагностики. А вот начиная с четвертой категории, тактика ведения больных связана с оперативным лечением. Ну вот давайте теперь подробнее остановимся на категориях. Вот очень важна такая категория – неинформативный материал. Очень хочется, чтобы материала такого было мало. Ну, что значит неинформативный материал? Это значит, что материал, в нем отсутствуют критерии адекватности, то есть самый центральный предмет, который требует исследования цитологам – фолликулярный эпителий, он представлен в очень небольшом объеме. Для того, чтобы материал был адекватный, в цитологическом стекле должно присутствовать не менее 60 клеток, то есть 6 групп клеток по 10 клеток фолликулярного неизмененного эпителия в каждой. Если количество эпителия меньше, то материал считается не диагностическим, неинформативным, неадекватным. Вот эти рекомендации касаются только фолликулярных клеток и не касаются других возможных клеточных элементов, которые присутствуют в эспирате. Исключение из этого правила – если пунктируется солидный узел, и мы выявляем очень небольшое количество клеток, но они атипичны или вызывают серьезные подозрения на опухоль, то клеточный минимум не имеет значения. То есть мы уже пишем о том, что имеются единичные клетки, подозрительные на опухоль. Если пунктируется солидный узел, в котором нет эпителия, но имеются сплошные клетки воспаления, или это лейкоциты сегментоядерные, или это лимфоидные клетки, то такая картина тоже не расценивается как неинформативный материал, а просто воспалительный узел. Далее – коллоидные узлы. Иногда мы смотрим материал, который содержит очень большое количество коллоида с минимальным количеством эпителиальных фолликулярных клеток. Такой материал также является информативным. Какие причины малоинформативного материала? Это нарушение техники выполнения пункций, нарушение техники приготовления препаратов, их окраски, иногда пересушиваются препараты, и особенности патологического очага. Иногда узел бывает очень плотный из-за фиброза, иногда он подвергается некрозу или подвергается кистозной дегенерации. Большинство узлов этой категории не оперируют, риск злокачественен здесь от 5 до 10%, и нужно повторять функционные исследования, чтобы получить материал информативный. Повторная тонкоигольная биопсия позволяет получить диагностический материал в 60-80% случаев. Можно проводить исследование, он сайт на месте, а если такая методика не проводится, то пункция повторная должна содержать не менее трех цитологических препаратов из данного узла. Если материал жидкостный, то можно использовать для обогащения его и преобразить малоинформативный в информативный материал. Это способ приготовления клеточных блоков, гистологических уже, заливка. Такая методика используется не только в отношении щитовидной железы, может быть предложена, но и для других локализаций. Теперь остановимся на доброкачественных неопухолевых процессах. Чаще всего мы смотрим доброкачественные узлы, которые называются просто зубом, ну и нередко встречаются тиреидиты лимфоцитарные. Фолликулярные узлы доброкачественные, они характеризуются такими критериями морфологическими. Это наличие коллоида, наличие фолликулярных клеток доброкачественного вида, онкоцитарными клетками и макрофагами. Соотношение коллоида фолликулярных клеток или энкоцитарных может быть разнообразным, но коллоид и фолликулярные петели должны непременно присутствовать. Ну вот сейчас мы с вами посмотрим, как выглядят цитологические препараты при доброкачественных гиперпластических узлах. То есть это несколько вариантов морфологического проявления зоба. Вот с левой стороны мы видим цитологическую картину, которая представляет собой обильный коллоид, и в нем рассеяны в очень небольшом количестве эпителиальные пикнотичные ядра и небольшое количество фолликулярных клеток. С правой стороны мы видим зоб тоже коллоидный с кистозной дегенерацией. Вот здесь вот присутствуют макрофаги и те же эпителиальных фолликулярных клеток. При исследовании материала, полученного из доброкачественного зоба, очень часто цитологический материал представляют собой фолликулярные клетки, расположенные в виде обширных пластов. Ой, сейчас я вернусь. Значит, вот с левой стороны мы видим пласт, покрашенный азуро-азиновым красителем по Лейшману, а с правой стороны окраска Папа Никола. То есть это совершенно другая цветовая гамма. Так, теперь вот еще один вариант цитологической картины фолликулярного доброкачественного узла. Здесь мы видим разнообразный клеточный набор. Вот мы видим с правой стороны большой фолликулярный узел. Вот в виде шаровидной такой структуры. Это крупный фолликул. Более того, мы здесь видим и маленькие участки. Вот маленькая группка, маленький фолликул. А это крупные клетки, которые рядом располагаются. Это клетки гюртля, большие такие. Так, дальше. Вот теперь цитологическая картина лимфоцитарного тиреидита. Она характеризуется достаточно высокой клеточностью. Включает большое количество лимфоидных клеток, реактивных, пролиферирующих, которые включают клетки герминогенного центра, нередко лимфатического узла. Вот мы видим с левой стороны. А с правой стороны мы видим фолликулярные петели, которые инфильтрируют лимфоидные клетки. В верхней части слайда мы видим фолликулярные клетки. Они с признаками повышенной функциональной активности. Среди них имеются эпители с маргинальными вукуолями. А также имеются вукуоли с включениями гемосидерина, что является проявлением дистрофических изменений. А в нижней части, с правой стороны, мы видим крупные анкоцитарные клетки, которые довольно часто присутствуют при аутоиммунном тиреидите. Вот такая цитологическая картина этих процессов. Теперь переходим к тактике. Большинство узлов с доброкачественными узлами не оперируют, естественно. Риск ложных негативных заключений составляет не более 3%. Дальнейшая тактика основана на результатах УЗИ и клинических данных. Теперь следующая категория – отипение ясного значения. Иногда мы видим материал, который в большей части содержит доброкачественные клетки, как фолликулярные, так иногда и лимфоидные, среди которых появляются в небольшом количестве клетки с признаками отипии. Из-за малочисленности таких клеток мы не можем высказать подозрения на какой-то определенный злокачественный процесс или на фолликулярную опухоль, и в то же время не можем спокойно отнести их к доброкачественным клеткам. Чаще всего такие изменения возникают, когда материалы в небольшом количестве. Мы просматриваем и вот относим в таких случаях процесс, расцениваем как отипение ясного значения. Если рассматривать подробно, то отипия может быть клеточной и структурной. Больший вес, более значимый является клеточная отипия. Если мы видим отипию среди клеток Гюртля, то значимость отипии имеется здесь очень небольшая, потому что клетки Гюртля любят себя демонстрировать в виде атипичных крупных клеток с большими ядрами, и злокачественный процесс в этой ситуации наблюдается очень редко. Предполагаемый риск малигнизации в этой категории составляет от 6 до 18%. Тактика требует дополнительной, повторной аспирационной биопсии, ну и в некоторых случаях на мутацию, если есть такие технические возможности и есть необходимость клиническая. Следующая категория – это четвертая категория. Она всем уже теперь хорошо известна и относится к процессам, которые классифицируются как фолликулярная опухоль. Как я уже говорила, что эти фолликулярные поражения включают аденоматозный зоб, фолликулярную аденому, фолликулярный вариант папиллярного рака, а фолликулярный рак и неинвазивную форму, неинвазивную фолликулярную опухоль с ядрами, подобными папиллярному раку. Все эти процессы имеют сходную морфологическую, так сказать, сходную морфологию в виде единого паттерна, в виде мелкого фолликула. И в связи с наложением сходных морфологических признаков и невозможностью установить инвазию опухолевого процесса, мы вынуждены классифицировать все эти выявленные изменения в цитологическом материале в единую группу. И поэтому здесь о диагностике данных процессов не может быть и речи. И здесь исследование можно рассматривать как скрининг-тест, потому что цитологическое заключение четвертой категории подводит клиницистов к тому, что больного нужно оперировать. Вот, пожалуйста, перед вами с правой стороны вот картинка фолликулярной опухоли, которая может наблюдаться при самых разнообразных перечисленных мной процессах. Обычно цитологические препараты при фолликулярных опухолях бывают обильные, многоклеточные. Они включают фолликулярные структуры, как правило, небольшого размера. Иногда они выглядят и состоят из одинаковых клеток с однотипными ядрами, но в некоторых случаях мы отмечаем нагромождение ядер, скучность клеток, появление ядерной АТП. Всё это допустимо. Но наличие АТП в фолликулярных структурах – это совсем не показатель того, что мы можем здесь говорить о злокачественном процессе. Вот перед вами вот такая вот панорама процессов разной опухоли разного генеза, имеющие единый морфологический паттерн фолликулярный. Ну вот здесь вот на следующем слайде можно более подробно рассмотреть, как выглядят фолликулярные аденомы. С левой стороны это вот такая мономорфная аденома, состоящая из мелких фолликулов. Клетки совершенно лишены признаков АТП и злокачественности, естественно. А с правой стороны тоже фолликулярная аденома, но здесь микрофолликулы, которые сформированы полиморфными клетками с крупными ядрами, с наложением, с гиперхромией и увеличенными ядрышками. То есть атипичны и клеточные структуры, и ядерные изменения атипичные. Вот так иногда выглядит фолликулярная аденома, когда при пункции мы получаем целые такие тканевые агрегаты. Сформированные в данном случае из мономорфных шаровидных фолликулярных структур. Вот это фолликулярный рак. Он вроде бы выглядит, так сказать, тоже достаточно невинно. Но с правой стороны мы видим вот эти вот маленькие аккуратные фолликулы. На самом деле это инфильтративный фолликулярный рак оказался. То есть признаки злокачественности в цитологическом выражении здесь абсолютно не совпадают с клиническими проявлениями. Вот это высокодифференцированная опухоль неопределенного злокачественного потенциала. Цитологически такой материал тоже относят к категории фолликулярной опухоли. Но здесь есть четкая и структурная, и клеточная атипия. А вот это неинвазивная фолликулярная опухоль с ядрами популярного строения. Нужно сказать, что вот эти популярные ядра, которые в названии звучат, цитологически они видны очень слабо, незначительно. Инклюзии, которые являются очень важным признаком популярного рака, мы встречаем крайне редко. Ядра незначительно укрупнены, может быть просветление... Мариса Анваровна, извините, пожалуйста, при всем уважении к вам... Все, да? Уже перебрали полторы минуты. Ой, извините меня, пожалуйста. Ничего страшного. Я буду показывать и говорить очень быстро. Сейчас. Так, вот, значит, ну, я уже говорила о том, что при фолликулярных опухоли больные идут на операцию. Вот это перед вами тоже картинка процессов из клеток гюртля, гюртлоклеточной аденомы и гюртлоклеточные раки. Они тоже не могут быть точно определены и дифференцированы цитологически и оперируются при таком нашем заключении. Пятая категория – это подозрение на малигнизацию. Нужно сказать, что подозрение на малигнизацию включает подозрение на популярный, медулярный рак и лимфому. На фолликулярный рак подозрения нет. Вот это картинка популярного классического варианта. Вот такие вот пласты с инклюзиями, с гистецитарными многоядерными клетками. Вот еще классический вариант популярного рака. А вот это фолликулярный вариант популярного рака, видя таких вот фолликулярных образований, но с инклюзиями и с коллоидом. Это популярный рак инкоцитарный вариант. Популярный рак из высоких клеток, который хорошо виден цитологически является агрессивным неблагоприятным прогнозом. Папиллярный рак из столбчатых клеток. А вот это медулярный рак, который хорошо также распознается, несмотря на многообразие цитологических форм, и хорошо может быть установлен на иммуноцитохимических препаратах. На окрашенных препаратах мы проводим иммуноцитохимические исследования и подтверждаем наличие кальцитонина, и этот диагноз подтверждается очень быстро. А так выглядит низкодифференцированный очень часто встречающийся рак или анаплазированный, редко встречающийся, но чрезвычайно самый, видимо, злокачественный, агрессивный опухолевый процесс, мимо которого невозможно пройти. Он содержит клетки эпителиальные и саркомоподобные. Ну вот на этом я заканчиваю. Благодарю за внимание. Продолжение следует...